Коллективный договор подписан в присутствии прессы. Документ был завизирован генеральным директором «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Павлом Крюковым и председателем территориальной профсоюзной организации «Газпромнефть-Ноябрьск» Николаем Варакиным. Напомню, основной документ, который регулирует взаимоотношения между работниками и работодателем, более месяца обсуждался в каждом структурном подразделении «Ноябрьскнефтегаза». Комиссия из числа представителей профсоюзных комитетов и аппарата управления посетила практически каждый производственный цех, чтобы обсудить с работниками предприятия все нововведения и выслушать предложения людей. Надо сказать, что новый проект коллективного договора разработан в концепции единой социальной политики «Газпромнефти», а значит, в нем сохранены все действующие нормы и гарантии. Более того, к существующим добавились и новые. К примеру, предусмотрена такая дополнительная льгота, как оплата двух недель больничного листа с сохранением среднего заработка. А если человек находится в стационаре, то и на весь период лечения. Кроме того, расширен перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительные дни к отпуску до 7 дней. Мы увеличили сумму выплаты материальной помощи при выходе в отпуск на 5 тысяч. Мы увеличили сумму выплаты на погребение родственников. Кроме того, мы пересмотрели положение ветерана, присвоение ветерана общества, снизили возрастную планку. Также мы увеличили оплату по транспортировке по железной дороге и автомобильным транспортом. Это груз. В случае переселения с района Крайнего Севера мы увеличили груз до 20 тонн. Я напомню, что данный коллективный договор будет действовать на два предприятия в ноябрьском регионе. И, как было сегодня на конференции отмечено, он будет распространяться на 4800 человек.